я почти вовремя сейчас нас будет прямой эфир с людьми богуш прекрасным замечательным бизнес тренером владельцем бизнеса суперкрутым специальным менеджментом нашим клиентам помимо всего этого клиента школы вау 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 baby you look gorgeous thank you thank you very much that's some changes okay what to do sometimes yeah i like i like that you like it really really amazing okay some people can recognize me and it's very interesting some people they walk um they pass me and then they come back and they say wow is it you yeah 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 is it you i didn't recognize it yeah that's fine but that's amazing changes are always great yeah thank you thank you как ну что да ты что обо всем хорошо поехали ну на самом деле первый вопрос который я хочу задать вы же сейчас в киеве правильно хорошо как уже две недели хорошо как вообще как получается жить на две страны очень просто единственное единственное что нужно делать да просто покупать билеты и все да это прикольно ты знаешь это прикольно в этом есть свои прелести в этом конечно же есть свои недостатки потому что когда ты уходишь уезжаешь из одной страны другую люди они они понимают что ты куда-то переезжаешь до куда-то но ты же не будешь бегать всем говорить я только я там ненадолго или на какое-то время и поэтому они говорят вы уехали да я уже приехала да а потом вы уехали да 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 вот поэтому ну ты знаешь это просто вопрос коммуникации общения просто рассказываю людям о том что у меня есть особенный режим моей жизни это то что я делаю я езжу туда-сюда и в этом это кстати прикольно а в америке получается вы живете к штат калифорнии правильно запомнила да да появился такой вопрос если разница в штатах или америка она вся америка я жила в небольшом количестве штатов поэтому мне трудно но я я же я была в техасе я живу в калифорнии я была во флориде и я была нью-йорке какой там наш штат нью-йорке по-моему так и называется штат нью-йорк не как-то он там короче не важно это не важно и честно говоря не знаю все 52 штата америки и но я могу сказать что скорее всего они должны быть разными они действительно разные и даже во время этого карантина было понятно потому что калифорния была в локдауне в самом наверное невозможном из всех штатов какой только был и там до сих пор еще почти все закрыто и там на сих пор дети не ходят школу а вот например в техасе они два дня назад полностью все открыли то есть два дня назад их рассказала все спасибо все карантин заканчивается пандемия до свидания у нас он закончился да да они сказали у нас он закончился и все открыли то есть они официально объявили в калифорнии нет в калифорнии все еще карантин все еще пандемии все еще вот так вот сложно и поэтому знаешь когда мне мама говорит что как там америка вот говорят что в америке все время спрошу каком штате потому что там это каждый штат это отдельное государство да это просто наши даже налоги разные кстати самые высокие налоги к калифорнии да кстати эту информацию я знаю ну хорошо вот точно даже как самая лучшая погода тоже к калифорнии это связано скорее всего да скорее всего да потому что мой муж мы хотим переехать в каролину и по моему хотим переехать в северную я пока считаю я еще не точно не поняла в какую каролину хотим переехать но что моего мужа расстраивает он говорит из калифорнии очень легко уехать но ее не нельзя вернуться и поэтому он хочет принять все решения он хочет сначала все внимательно посмотреть да и только потом принимать решение так мы расстаемся с калифорнии или не расстаемся хотя тесла из калифорнии уехала из-за налога нет из-за карантина а тесла переехала пехас потому что надо работать а из калифорнии уехал орако из калифорнии точно тоже уехал хьюли паккарт поэтому какие-то бизнесы оттуда уехали но у нас уехали родственники которые жили в другие штаты тоже да получается как бы наша семья да но американцы не такие прикольные ребята они вообще семьями живут может быть потому что они семьями эмигрировали в эту страну в общем они такие очень семейные ребята я помню впервые это увидела когда мы приехали в мексику и за нами прислали мы были с мужем вдвоем и за нами прислали для трансфера огромный огромный какой-то джип там шести или восьмиместный это можем зачем это а потом я видела что у них гостиницы других машин просто нет а потом я поняла почему потому что эта гостиница она для американцев вот как для нас как для украинцев египет так для американцев вот то место в мексике и они туда приезжают и когда я увидела что когда они заходят на обед сдвигаются несколько столов высаживается огромная толпа народа они так вот всей толпой ездят а вот тот фильм один дома это как раз оно это правда правда они действительно лезет толпами и поэтому большая часть нашей семьи перебралась каролину и причина как раз вот все эти очень жесткие ограничения которые есть в калифорнии например в калифорнии ребенок не может пойти в школу если мы не сделаны прививки не так что хочу прививаю очень не прививаю а у них дети школьного возраста они сами фитнес-специалисты в общем они взяли вещи и переехали в каролину и потихонечку там бабушка дедушка то все очень короче вся толпа и мы уже фактически остаемся типа пойдем конечно окей а вот если взять ну я обязана коснуться этого вопроса языка моя же должна коснуться обязательно я без тайм менеджмента не могу тебе без языка нельзя не могу досмотрю туда ну расскажите что вы видите вот на данном этапе сейчас да особенно вот период локдауна мне интересно что вы видите русскоязычные ребята что как они вообще справляются в целом как вы видите как вы видите есть те кто хорошо говорят я уверена что есть такие ребята да ну среди них тоже когда вот что как оно случается вообще я просто увидела что для того чтобы ассимилировать страну языком вот очень многие люди они думают что я туда приеду я там начну разговаривать это не да потому что ты всегда найдешь тех с кем можно поговорить на твоем языке это во-первых во вторых ты будешь их искать и ты будешь искать а не только для того чтобы с ними разговаривать на твоем языке но еще и для того чтобы совпадать по культурному ходу ну потому что когда вот в по время последнего локдауна мне нужно было попасть парикмахеру то мой парикмахер у которого я обслуживалась несколько лет она китаянка она сказала нет она сказала нет я ничего не буду делать потому что очень тяжелая пандемия у меня очень старые родители я не буду мы закрыли мы салон нам не разрешают работать если там до этого она мне как-то еще птихаря что-то сделала когда а так она ведь нет вот очень тяжелая пандемия я очень сильно ее искал эту тяжелую пандемию но и ничего не могу с этим сделать но зато мне чудесно то есть я зато и кинула клич среди русских мне быстренько нашелся человек который меня позвал к себе в гости и все то есть ты все равно будешь искать людей по культурному коду и поэтому это раз второе даже если ты живешь среди каких-то людей американцы пусть они не говорят на русском языке они им легче под тебя подстроиться тебе чем тебе подстроиться под них потому что это ты пытаешься на английском говорить да они они пытаются говорить на русском языке и поэтому они как нормальные очень очень заботливые люди они пытаются за тебя думать то есть ты говоришь два слова и они потом додумывают что тебе на самом деле надо то есть для них польза невероятная потому что у них чувствительность вырастает на такая вот антенны такие они они приобретают телепатические возможности способности чтобы понять что ты хочешь то есть я например я могу только я могу только начать говорить а мой муж уже понял уже по интонациям ловит что я хочу понимаешь а это означает что они не дают тебе разговаривать и все им им же хочется быстрее тебя понять я иногда мужа прошу пожалуйста дай мне договорить он где так я уже все понял это мне тренироваться надо пожалуйста дай договорить но терпения реально не хватает особенно вот в семейной жизни поэтому а если ты приходишь в магазин ты всегда в магазине это большой магазин ты найдешь кого-то кто разговаривает на русском языке правда правда в большом магазине всегда кто то есть они же еще стараются так сделать чтобы были разноязычные специалисты чтобы у них на и оставил свои деньги они пришел и ушел потому что не понял чего от него хотят они с тобой не поняли поэтому они очень стараются тебе помогать и твой язык не будет развиваться если ты не будешь развивать его сам поэтому я могу сказать так все люди у которых улучшается язык живущий там он улучшается только за счет занятий с преподавателем то есть только обучение только обучение только обучение потому что ты наработаешь какой-то маг какой-то нужный тебе запас слов и ты прекрасно не обойдешься если у тебя слов не хватает можно на пальцах показать рук рук все-таки 2 а язык только один легче жестами конечно жестами 10 пальцев то есть тут все хорошо поэтому я могу сказать с уверенностью полностью почему я занимаюсь почему мы с тобой связались я сказала мне нужно заниматься потому что я от занятий с преподавателем будь даже я занимаюсь два раза в неделю я не такая я не такая привержена изучение английского языка как например тоже саша высоцкий но потому что саша приехал вообще с нуля и уже если объехал так въехал и начал уже пошел 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 и плюс он же хотел обучать на английском языке и так далее а я не хотела обучать на английском языке я не приехала в америку делать бизнес я приехала в америку замуж и с точки зрения замуж мне языка вполне хватало я просто поняла что в какой-то момент я чувствую себя не очень комфортно из-за того, что есть вещи, в которых я не могу участвовать. Или я, может быть, и участвую, но на уровне трёхлетнего ребёнка, или и так далее, и так далее. Или, знаешь, это так прикольно, когда родственники в твоём присутствии спрашивают твоего мужа, как она? Они не спрашивают у меня, как я. Говорят, как она? Или они с ним разговаривают и говорят, она уже лучше говорит на английском, да? Она хорошо выглядит. То есть они не спрашивают меня, они спрашивают его, он спрашивает меня, я отвечаю ему, и он им там переводит. То есть это такая странная штука, я одно время даже хотела обижаться, а потом я поняла, я поняла, что я для них, то есть мой уровень английского языка, для них, особенно первое время, это был уровень ребёнка. И они начали воспринимать как ребёнка, а наш ребёнок. Мы родителей спрашиваем, ну что ваш сыночек, что ваша дочь, а как учится? Ребёнок тут сидит. Я бы поняла, почему дети так нервничают в присутствии взрослых, потому что взрослые на них как на игрушек там, ну что, он поел, спрашивают маму, он ещё хочет что-нибудь, да он здесь сидит, спроси у него, хочет он или нет. Да, 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 это очень интересно. Поэтому у меня такое бывает, и моя свекровь, она регулярно это делает, несмотря ни на что, она регулярно моего мужа спрашивает, может быть, Миле ещё что-то? Да, я не спрашиваю у меня, хочешь ли ты воды? Он говорит, может быть, Миле водички налить? Ну вот, как вы видите, что именно помогает всё-таки входить в контакт, да, процесс обучения, да, коммуникация с ними, или это всё-таки, ну вот если мы говорим правого языка, или всё-таки жестов достаточно, или что? Как оно происходит? Всё, цели зависит, Туран, у тебя же написано в профиле, цели, а потом обучение, тренировки, да, всё начинается с цели. Если я, я могу сказать, что, ну, например, если бы я искала мужа в Америке, именно мужа, и если бы я хотела эмигрировать замуж, то я искала бы русского. Русского. И я вижу, что, вот я наблюдаю историю, и я вижу, наблюдая за моими подругами, они действительно, они приезжают к одному, остаются с другим. И они меняют этих мужчин, и находят, в конце концов, всё-таки русского, потому что культурный код это очень важная вещь, очень важно. И ты никогда не будешь преодолевать эти вещи, если у тебя нет цели это преодолевать. Если ты искал какого-то конкретного человека, а не уехать замуж в Америку, да, то ты будешь трудиться. Мне, кстати, мой муж, он говорил, особенно у меня это всегда проявлялось, когда мы с ним ссорились вначале, я шла учить английский. И он мне говорил, ты знаешь, это так трогательно, когда мы с тобой поссоримся, а ты идёшь учить английский. Я же понимаю, что ты хочешь учить английский, ты учишь его для того, чтобы меня лучше понимать. Меня, говорит, всегда так трогает. А я просто злилась, потому что я не могла ему сказать всё, что я хочу ему сказать. По-русски-то у меня всё-таки побольше словарный запас. Но он это воспринимал вот так. Ну и ради бога, правда же, я не стала его расстраивать. И говорит, что на самом деле я учила в тот момент английский язык для того, чтобы иметь возможность себе сказать всё, что я думаю. Поэтому всё зависит от целей. Если бы я хотела пойти на работу в американскую компанию, я бы совсем по-другому учила английский, чем я учу его сейчас. Я учу английский для того, чтобы комфортно себя чувствовать. И английский надо тренировать. И, например, даже вот такая штука, то, что у вас есть на эти преподаватели, вот для меня это ценно, потому что они по-разному говорят. Я смотрю фильмы на английском языке и та же самая история. И мне так нравится слушать, как они выпивают свой язык. Я никогда интонационно так не построю, потому что то, как они там это самое... You close the door. You close the door. You. Вау. И они вот это так поют, поют. А я слушаю, как этот язык звучит. И мне это интересно. Кроме того, в каждом штате он же звучит по-своему. Мне повезло, потому что у меня муж, он хоть на английском языке говорит с самого детства, но он английский, с английским познакомился в Англии. То есть они тоже иммигранты. Но сначала у него английский британский, а потом уже американский. И поэтому он говорит чисто, красиво, классически. И это совсем не то, что вот это... он не глотает, так как они это глотают. И вот всяких таких штучек сленговых, типа go, gonna. I gonna do this. У нас он так не говорит. Он говорит по-британски. I'm going to do this. То есть он не чавкает, он не говорит, твой. Он говорит 20. И это такая штука. То есть я, с одной стороны, как бы избавлена, а с другой стороны, то есть хорошим языком, а с другой стороны, это мне мешает там, потому что они там не так говорят. Ну, если мы возьмем, например, человека, который, ну, прям вообще с нуля. В Советском Союзе, благо, у нас таких людей много. То есть благодаря определенным методикам у нас люди в бывшем СНГ вырастают, и у них нет английского. Они типа в школу ходили, мимо английского языка в школе ходили. Да, окей, хорошо. Да, ну, мы возьмем там большинство. Понятно, что бывают исключения, да, там 1% из 100. Но 99% это все-таки стандартная история. Английский в школе был, а теперь я начинаю учить язык с нуля. Да, да. Ну, вот как вы видите, с точки зрения даже подхода тайм-менеджмента или с точки зрения каких-то важных пунктиков, которые вы, может быть, наблюдали, или ваша точка зрения, что важно учесть? Если мы, например, думаем о переезде, ну, первый стандартный вопрос. Мы заранее готовимся или там готовимся? Ну, мы на него уже частично, конечно, ответили. Все зависит от того, к чему я готова. Если я готова себя чувствовать китайцем, от которого все отворачиваются, я все время привожу пример. Ребята, вот мы с вами здесь находимся, понятное дело, что ты можешь поехать с нуля туда и там на месте пытаться что-то с этим делать. И такие же случаи есть, есть, я знаю. Но я все время говорю, представьте себе, вот мы сейчас здесь с вами общаемся, вдруг сюда пришел китайец. И он говорит на русском языке. Он говорит, здравствуйте, хорошая погода, давайте с вами друзить, давайте мы с вами будем работать вместе, и тя-ля-ля. Мы что будем делать? Мы, конечно, будем мило улыбаться, но мы не захотим с ним взаимодействовать. Мы будем ему помогать, но мы не будем с ним дружить, не будем делиться, и прочее, 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 потому что отсутствие языка или это барьер. И поэтому можно не учить английский здесь, а сразу поехать туда и в омут головой махануть. И я могу сказать, я знаю много людей, которые вот так маханули в омут головой без английского, и они как без него были, так они без него и остались. Они просто объединяются в комьюнити, они живут среди иммигрантов, они находят все среди иммигрантов, все нужно найти полностью среди иммигрантов, им вообще не нужен этот английский язык. Поэтому если у человека цель просто жить в Америке, да, ради Бога, ныряй, ты выучишь свои 10 слов и все. Но если у тебя цель чего-то добиваться, и если ты еще и хочешь быть кем-то в этом мире, то надо сказать, что английский язык сейчас знать, это надо не для того, чтобы жить в Америке, это просто по умолчанию, это для того, чтобы быть гражданином мира, потому что мир сейчас стал очень маленький. И некоторые приложения, которые появляются, у них даже нет возможности ничего перевести, там просто английский, и все. То есть потому что считается, что если у тебя, если ты в состоянии купить себе мобильный телефон, это означает, что ты знаешь английский язык. Это вот как равно. Вот и все. Классно. Ну, мне нравится эта точка зрения. Я, в принципе, придерживаюсь ее же, да, потому что я хоть с какой стороны пыталась подойти, я пыталась как-то выделить какое-то количество людей, которым вот английский нужен, а остальным не нужен. У меня не получилось. Мне тяжело представить себе ситуацию, когда он может быть не нужен. Я пыталась. Ну, почему? Я могу привезти. Я могу, вот, например, моя подруга, она приехала, они приехали в Америку в статусе беженцев, она приехала сама, она привезла дочь младшую, и потому что старшая у нее уже была в Америке, и она привезла свою маму. Ну, маме не нужен английский. Ну, мы говорим... Потому что все, что нужно сделать для мамы, да, да, это все можно сделать на русском. Ну, естественно. То есть ее мама не ходит в банк, ее мама не ходит общаться там с американцем. Это я понимаю, это я, у нас была попытка учить маму Высоцкого. Мы с Сашей такие... Сейчас. Закончим? Закончим? Да, закончим. Но вот ты знаешь, а есть интересная штука, у меня есть одна знакомая женщина, которой 80 лет, она живет в Киеве, но она учит английский, и на вопрос, зачем, потому что она не собирается мигрировать, ее никто не собирается перевозить, хотя у нее дочка живет в Америке, она говорит, я просто тренирую мозги. Да. Ну да, то есть это что же, это же точка зрения, абсолютно. Вот. Вот. Абсолютно. Абсолютно. Ну здесь вот есть подход, да, я это делаю ради чего, там, развития мозгов, да, или же вот то, о чем мы говорим, что когда ты... Здесь вот тоже очень интересный момент, если я не знаю близкого, то я не знаю, чего я не знаю. Ну конечно, конечно. Получается вот так. Я не знаю, что я могу получить, когда я буду знать его. И получается, что как бы получается, что мы как бы говорим английский, но очень сложно донести эту идею. Это как вот Высоцкий мне сейчас рассказал, что он поедет на конференцию в Кордон, Гранд Кордон. Ну как мне объяснить человеку, что ему на эту конференцию надо, если он там ничего не понимает, там нет перевода на русский. Да, да, там нет перевода на русский язык, и все, и все. А я знаю, ну смотря опять-таки, какова цель, потому что у меня есть один знакомый человек, который хочет поехать на конференцию Гранда Гордона, и он не знает английский настолько, вот прям не знает английский, но он просто хочет побыть в этой энергии. В этой энергии, да, да, понимаю, понимаю. Поэтому цели, цели, да. Но даже если ты живешь там, все равно нужно заниматься, потому что люди, среди которых ты там общаешься, у них нет задачи тебя обучать, они могут тебе какие-то вещи рассказывать, но это слишком останавливает общение, и они через какое-то время начнут от тебя просто бегать. А если у тебя есть преподаватель, и ты с ним занимаешься, то, во-первых, у тебя появляются какие-то вопросы, ты можешь эти вопросы задать, а во-вторых, он же смотрит, что с тобой меняется, и он тебя заставляет, ведь мы же что делаем, мы же всегда действуем, ну, как это, вот есть такая штука, называется компенсация, то есть если у нас что-то не очень хорошо в нашем теле, какая-то мышца зажала, то что делают остальные мышцы? Они начинают компенсировать нагрузку, и можно увидеть, что человек ходит, как-то хромает, он даже сам не замечает, что его в бок перекосило, а если, можно сказать, выровняйся, он говорит, не-не, я не могу, у меня тут болит, да, то есть вместо того, чтобы размять и расправить то, что у него болит, тело просто берет и берет на себя другие функции, и то же самое получается с языком, человек компенсирует, он находит возможность, он только здесь находится, он только вот в этом, он даже выбраться туда в люди не может, он находит себе занятия, дома сидеть, готовить, чистить, драйвить, то есть у пятое-десятое, и если честно, но действительно, можно ли, например, в Америке сделать какую-нибудь особенную карьеру? Человек, который просто туда приехал иммигрантом, да, у меня есть знакомая девушка, которая сейчас работает прокурором, она прокурор, причем ей 25 лет, и она прокурор, но она с 15 лет в Америке, с 15 и колледж, и там этот институт, и все остальное, и работы, и прочее, 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 и это можно пробить, но она никогда не смогла бы быть прокурором в Америке, да, это при том, что мы же все время слышим, какая, ну что там иммигрантам дано, если они собственный бизнес не откроют, то все, что им осталось, это нянечками работать и медсестрами, конечно, но есть прецеденты, и я знаю очень многих людей, мне здесь знакомо, я здесь в Украине, она работала, она была генеральным директором Microsoft Ukraine, Microsoft, и когда у нее закончился контракт, она получила предложение в разных странах, и именно тоже крупным топом, в крупных корпорациях, потому что она знает язык, если она не будет знать язык, ничего не будет, ее здесь, в Украине на разрыв, потому что она может поговорить с любым человеком, потому что она знает язык, да, из внешнего мира, и легко, и просто, и опять-таки, она с 15 лет была в Америке, ее родители отправили туда учиться, и, конечно, я могу сказать, что если кто-то хочет для своих детей будущее хорошее, конечно, хочется ребенка зажать, но все-таки надо думать, что социальную коррупцию никто не отменял, и поэтому им надо давать возможность общаться там, а не быть талантливыми, невостребованными. Ну, это моя любимая точка зрения, я ее повторяю, она не очень приятная, что не говорящий ребенок, это просто вовремя, не говори, не говорящий взрослый, это вовремя не заговорящий ребенок. Не заговорящий ребенок, конечно, конечно, я сегодня встречалась со своей подругой, ее дочь заканчивает школу в этом году, и я спросила, ну и как вы там, что вы как, чего, какие у вас планы, ну мы уже подали заявление в четыре университета в Канаде, и уже получили два приглашения, мы подали заявление в университет в Швейцарии, и уже получили приглашение, ну вот еще надо подать заявление в Великобритании, ну вот что-то мы пока еще никак, и я прекрасно понимаю, что с английским там все хорошо, потому что постоянно, постоянно, то жизнь, то лагеря, то какие-то, как это там, летние лагеря, то какое-то проживание в семье, которые регулярно-регулярно, потому что ребенка нужно туда отправлять, ему, пока ему, пока ему еще, вот это состояние, что я ничего тут не понимаю, оно для него еще привычно, он в этом мире находится, он все равно в нем ничего не понимает, он каждый раз, он в жизни, его жизнь, в принципе, одно большое не понимает, да, одно большое не понимание, поэтому ему без разницы, в каком месте не понимать, он что, ему что здесь нехорошо, что там нехорошо, а когда ты уже взрослый, и ты уже привык, что ты во всем разобрался, и ты только приезжаешь куда-то, и там ты ничего не понимаешь, ну это, это реально печалька, поэтому детеныши нужно отправлять, и отправлять, и отправлять, и я тоже знаю, что очень хорошая практика, это, например, гувернантку филиппинку, которая не разговаривает на русском языке, а на английском, то есть много, много можно... Способы есть. Да, есть, есть. Как раз таки в отношении детей, я, как это ни странно, против обучающего процесса, ну это вот моя точка зрения. Ты имеешь в виду, что под обучающим процессом? Ну я не веду, вот, здравствуйте, держите учебник, вот грамматика, давайте зубри. Я за максимально, вот, чтобы ребенка взять и посадить в эти естественные условия. Мне кажется, что от этого прогресс обучения будет намного больше, чем от процесса обучения, потому что ребенок большую часть времени вообще не понимает, зачем он это учит. Да. Либо же он такой зубрилка, такой, знаешь, я учу. Принута ничего не понимает. Оценки, оценки, оценки. Знаешь? Да, да. Ну здесь, когда с дитями, конечно, действительно нужно, чтобы была, ну вот, игра и жизнь. Им жизнь нужна, они же осваивают в жизни, и поэтому им нужна жизнь, а не процесс обучения, потому что у них вся жизнь это обучение. И приносить сюда какие-то искусственные элементы, это неправильно, особенно в языке. Вот если мы посмотрим, как ребенок изучает русский, как он его познает, он просто его познает и впитывает, и точно так же он должен английский. Ведь чудесно себя дети чувствуют, если, вот я знаю, сколько семей, где один родитель говорит на английском, другой родитель говорит на русском, ребеныш вообще без проблем с самого начала чудесно понимает оба языка и вообще не путается, вообще не путается. Но его же никто не обучает специально. У меня есть еще одна знакомая, они живут в Сан-Диего, и хотя они оба русскоязычные, и дома они разговаривают на русском, но она ходит с ребенком в детские группы, и эти группы исключительно английские. Мама по-английски не говорит, а мальчик чирикает свои пять лет вообще просто как птичка, соловей, как угодно. То есть он чудесно говорит на русском языке дома и чудесно говорит на английском языке там вот в этих группах с этими детьми и так далее. Поэтому это только игровая. Там никто не говорит, а сейчас мы будем с тобой учить английский язык. Мы просто разговариваем с тобой. Разговариваем и все. Очень классно. В этом, кстати, основное отличие, что нужно получиться, получается, мы, кстати, классную тему сейчас покрыли, взять детское отношение, наложить на наше взрослое, я все знаю, потому что взрослый, он хуже ребенка в плане языка в том смысле, что он как бы уже знает один язык. У ребенка нету закостенелости в отношении языка, да? Ну, один, ну, второй, ну, третий, вот вы правильно сказали. Ну, без разницы, какие-то предметы называются. Да. Мы же, например, мы же нормально относимся к тому, что слово коса означает три разных вещи. Да, да. А мы точно так же мы можем относиться замечательно к тому, что вот это, вот это может быть ручка и может быть пэм. Да. Какая нам разница? Если я знаю, что одно, один набор звуков может означать три предмета, то почему бы один предмет не имел два разных набора звуков? Поэтому здесь, но вот тут мы закостенели. И знаешь, вот есть интересная точка зрения, я слушала лекции по обучению, и там как раз вот в этих лекциях говорили о том, что самая большая проблема обучения, для того, чтобы чему-то научиться, человек должен признаться себе, что с ним что-то не так. Понимаешь? А мы же добиваемся своей правоты, мы же за это боремся, мы же за правоту готовы умереть, лишь бы, да, я опять... Со мной всё в порядке. Да, да, со мной всё в порядке. Знаешь, это какой-то есть анекдот, что на кладбище, на огромной плите написано Сара, а ты не верила, что я смертельно болен. Понимаешь? Ну, серьёзно. А, кстати, это анекдот из одного из моих любимых фильмов Штрафбат, кстати, фильм военный, анекдот от Туя. Но просто вот это желание быть всегда правым, оно мешает взрослым людям учиться, потому что нужно самому себе признаться, что я не знаю, не умею, ни то, ни сё. И, кстати, ещё эти вредные окружающие мешают, потому что каждый раз, когда я учу английский, мой муж уже перестал это делать, но каждый раз, вот раньше, когда я скакала там, у меня преподаватель или ещё что-то, ещё что-то, он меня спрашивал, зачем? Ты хорошо говоришь на английском? Или я после какого-то очередного курса прибегала вся такая, как ты можешь, как ты можешь не заставлять меня учить английский язык? Он говорит, почему? А что такое? Я говорю, ну ты пойми, я же не знаю, я же не знаю, я же не умею, ты мне не друг, если ты меня не заставляешь, понимаешь? Потому что ты, ты позволяешь мне там вот быть, не трат, а он на меня смотрит и не понимает, говорит, хорошо говоришь на английском, тебе не надо, и я его понимаю в нашем домашнем бытовом языке, в нашем домашнем бытовом языке, я хорошо говорю на английском. Всё. Ну это вот вопрос внутреннего ощущения. Чем дольше я работаю, чем больше людей я наблюдаю, тем больше я понимаю, что в принципе такого понятия, как внешнее определение уровня языка, есть внутреннее состояние. Ну, слушай, подожди, а я вот не очень понимаю, ты имеешь в виду под внешним определением уровня языка, это все всякие вот эти чего-то там. Ну это нет, это экзамен, я поступила куда-то, куда мне надо. Для академических целей экзамен это прекрасно. Я в принципе про эту историю, когда я говорю, ну мне нужен средний уровень языка. И чем дальше я туда копаю, я понимаю, что чаще всего мы не очень-то и понимаем, что такое средний уровень языка. Потому что у каждого человека свой средний уровень языка. Для меня средний уровень языка это то, что я узнал. Своя идеальная картина. Да, да, сто процентов. Вот оно, я про это. Потому что для кого-то средний уровень языка это наконец-то начать понимать речь на слух. Для кого-то средний уровень языка это сказать пятьдесят каких-то заковыристых слов. Для кого-то средний уровень языка да, это наконец-таки все вот эти несчастные времена начать в речи говорить. То есть это такие очень индивидуальные вещи, и чем дольше я углубляюсь в это, тем больше я понимаю, что самое главное — это давать знания, которые помогают человеку самому идентифицировать свою кондицию. Ты знаешь, вот это интересно, у меня одно время была такая идея, что я хочу такой уровень языка, чтобы я могла быть переводчиком. Не работать переводчиком, а переводить. И когда мне пришлось три раза работать переводчиком на обучающих программах, я поняла, что я могу переводить чудесно, я могу переводить на одну сторону, а на другую сторону я могу переводить, но этот уровень языка меня не устроил, вот то, что ты сейчас сказала. И я задала себе вопрос, а что я хочу? И знаешь, что я увидела? Я увидела, что я хочу такой уровень языка, который не будет меня останавливать или будет меня поддерживать в моём интересе. И я сейчас скажу, что я имею в виду. Если я, например, мне интересна политика, и если я читаю американские заметки, статьи, всё остальное на политические темы, и мне там всё понятно, мне хочется ещё читать, и ещё читать, и ещё читать. А если я читаю это, и мой интерес к политике пропадает, то это не потому, что неинтересна политика, а потому что я не могу, мой уровень языка не позволяет мне поддерживать мой интерес к этой области. Потому что в русском языке я могу докопаться до чего угодно, не проблема вообще. Было мне интересное пропитание, я всё выяснила про работу клеток, про все эти углеводы, шмуглеводы и всё остальное. Стало мне интересно про финансы. Залезла, всё разобралась, всё. Более того, я даже вижу, что использование русских слов иногда более правильно, чем использование этих иностранных, потому что, например, такая штука, как кэшфлоу, оно не... само это словосочетание, оно не говорит то, что в этом на самом деле, в русском языке это называется движение денежных средств. Круто? Да. Оно же гораздо больше тебе говорит о том, что это такое. А кэшфлоу, ну, ты взял одно определение кэш, кэш, наличка. Кэшфлоу, поток, всё. А оказывается, там же, ну, там разные вещи. И вот получается, что в русском языке мне язык не остановит мой интерес. А вот если это на английском надо читать, я могу остановиться. В этом я хочу такой уровень языка, чтобы мой интерес к тому, что мне интересно, не опускался. Не пропадал. Классно, очень классно. Да. Ну, вот здесь вот опять же, да, что круто. Тоже, что я замечаю. Важная тема, вот мы её сейчас, интерес к чему-то. То есть очень часто говорят, хочу знать весь английский. Весь. Я хочу всё купить и всё успеть. Весь хочу. Хочу говорить на все темы. Хочу всё понимать. И здесь вы сейчас сказали очень главную, золотую, прям, прям вещь. Где интерес? Везде. Мне всё интересно. Это что? Точно, да, 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 да. И начинаем в своём интересе, абсолютно точно. Поэтому это самое правильное. Я более чем уверена, что наш эфир просто полон таких вещей, инсайтов, да, которые просто, ну, выправят, направят на какой-то правильный путь. Спасибо огромное. Да. А ещё я знаю, что хочу добавить сюда. Это ещё мне помогает читать на английском языке художественные книжки, которые мне нравятся. Но единственное, что надо... Во-первых, очень классно читать на Kindle, потому что там можно слова тут же переводить себе. Да, да. Если Kindle официально, нормально. Да. И ещё мне нравится, когда эта книжка, если у неё есть русский перевод, я его прочитала, и если есть фильм на эту книжку, и тогда вообще классно. Ты читаешь, тебе ты не паришься по поводу... Да, то есть ты не теряешь нить, если вдруг что-то, чего-то, но ты нарабатываешь вот это вот мыслительное, да, то есть я знаю, что Саша, он ещё и произносил, он слушал аудио и ещё и повторял. У меня пока это не получается, потому что я всё-таки хочу книги как бы проглатывать. Вот так хочу. Быстрее, быстро. И не хочу прямо учить английские по книгам. Но вот это вот, иногда ты в книгах находишь такие прикольные обороты, и ты понимаешь их и думаешь, ух ты, то есть вот есть интересные словесные обороты, которые просто так ты специально не выкопаешь. Конечно. Это как уже такая специальная рецептура. Поэтому всегда нужно заниматься, нужно регулярно заниматься с преподавателем для того, серьёзно, серьёзно. Я вот, кстати, у меня же был перерывчик, и я наконец-то сейчас опять вернусь. Да, и регулярно хотя бы вот я понимаю, что мне лучше всего два раза в неделю. То есть вот для тех целей, которые у меня, два раза в неделю мне нужен преподаватель, который меня будет подпихивать. Я очень люблю слушать фильмы, смотреть фильмы на английском языке, причём сериалы хорошо заходят, потому что тогда ты вовлекаешься вот в эту линию, да, и тебе хочется продолжать, 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 да, то есть когда оно длинно. И книжки на английском читать интересные, которые тебе нравится перечитывать. Я не знаю, как ты, Туран, ты любишь книжки какие-то перечитывать? А я обожаю книжки перечитывать. Разные. Я думаю, что я к этому ещё приду, на самом деле. Потому что у меня вообще был какой-то книжный детокс года три. А сейчас оно опять возобновляется у меня, вот это желание, я стала покупать. Так что я думаю, я к этому приду. Так что книжки на самом деле не так много, поэтому я думаю, я приду к этому желанию. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Я очень рада была видеть. Я тоже. Уже пора. Я хотела поехать в Москву на конференцию, но, к сожалению, я пока не знаю, я надеюсь, что это закончится, но пока что... Я хотела поехать к Евгению Фролову на конференцию в начале апреля. А в Турцию вы будете? Кажется, да. Мы провели переговоры, да, мы провели переговоры, мы посмотрели, откуда деньги взять и прочее. В общем, короче, кажется, я еду в Турцию. Then see you in Turkey. Yes. Okay. Thank you very much. Bye-bye. 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 Bye-bye.